Всем снова привет! Напоминаю о том, что у нас каждый день разыгрываются арканы, поэтому в окончании дня вторая аналитика подведет итоги, а вы пока можете присылать нам в твиттер по хэштегам ti9 irohub свои фотографии. Обычно, по последним тенденциям, у нас побеждает бюджетный косплей. Вчера, например, Огр победил вместе с Веспом и, по-моему, кто-то еще у нас... Аркварден, по-моему, был, да. Так что вы, друзья, не стесняйтесь, присылайте, лутайте арканки, кайфуйте, потому что у нас их много и мы хотим их всех раздать. А сейчас, надеюсь, что наши команды тоже готовы хотя бы нормально посражаться, потому что в данный момент было просто пыль и вытирание одних от других, и как-то это выглядело совершенно грустно. Каких центральных героев стоит сейчас убирать RNG для того, чтобы не залить этот лайнинг стадию и дальше, соответственно, по игре нормально себя чувствовать? Мне кажется, все-таки основная проблема больше в том, что они не предполагали, что Лина на боковой может сместиться. Или, возможно, вот эти двойки, которые у них возникли. Да нет, у них возникли две двойки, которые дисбалансили драфт. Это не повод добирать еще героя. Потому, соответственно, они просто, наверное, просчитали, что враг может взять Разора и просто постомпить всю карту. Я немножко тебе поправлю. Подобный вид вытирания, как ты говоришь, смотреть реально интересно, потому что оно суперправильное, суперакадемичное. Вот именно что это. Суперинтересно смотреть только примерно, ну, наверное, двум, трём, четырём процентам людей, потому что... Мы тут. Я просто понимаю, что... Да-да, мы тут. Но я говорю тебе, идеальное исполнение, это все ужасно скучно для абсолютного большинства людей, которые смотрят Доту. Просто ты на нее смотришь с точки зрения профессионала и математика, и тебе это интересно. Но я тебе уверяю, если ты просто пришел бы, условно говоря, на такой же футбол, ты бы сдох от скуки. Вот. Ну, если ты приходишь на футбол, и одна команда там, мячи, гол, 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 гол. Не радостно? А если они это четко делают, ровно, а другая команда типа вообще ни черта не может? Вторая команда четко делает, но ей вообще не дают шанса продохнуть вообще. Они пытаются и так, и сяк, и сяк, но ничего не получается, что делать. Вот это интересно. Вот если бы их просто били, как детей, тогда да. Так вот именно, что всем интересно, мясо, в котором одна команда ошибается, другая команда ошибается, но из-за этого получаются красивые моменты, и понеслась Рубилова. Вот. Когда все в одну сторону, с самого начала, это неинтересно. Но для ТВ был СНГ Реон, где его постоянно реально Рубилова, вместо рубка ошибки. На самом деле, самый, наверное, интересный, это, скорее всего, какая-нибудь Южная Америка, хотя там тоже, наверное, финал скучный. ЦИС. ЦИС. ЦИС, ЦИС. ЦИС для СНГ человека интереснее. Так, в смысле, ты говоришь о ошибках, а я говорю о том, что ЦИС это дайва по Т4. А я говорю о том, что я не буду собирать себе БКБ на гирокоптере. Победителя не судят. В смысле, может быть, у него было 50% статус резиста. Было? В смысле, ну, почти было. Было 30%. Его почти там стерли, на самом деле. Если бы проиграл, могли бы. А так. Понимаешь, когда ты не собираешь БКБ на героя, ты впитываешь. Если ты впитал... И со Стаником ты столько впитываешь. Да, если ты впитал и внезапно отхилился, ты там 4-5 тысяч демо уже со своей команды снял. То есть это, скорее всего, была игра на... Это игра на грани фола была. Мне, на самом деле, хотелось бы увидеть Дахака просто в аналитике вместо слота комментатора, и чтобы в Дахак и Арк стояли и просто обсуждали этот матч, потому что это было бы шедеврально. Ну, я знаю, даже Дахак не стал бы чрезвычайно утреживать и рофлить на эту тему. Абсолютно правильно. Ну, конечно, как он будет на него утревать? Вот именно. Но ты смог бы это сделать? Я смог бы. Я в постороннем смог бы, 100%. Знаешь, просто взять и включить БКБ, побегать позаневсу и там что-то сделать, ну, за каждой может, честно. А, ну да. А просчитать все, что ты выживаешь? Просчитать, чтобы ты выживаешь. Подожди, если ты думаешь, что там был просчет, я крайне мать. Он был просчет, да? Давайте сейчас, там был просчет. Ну, так, средненько. Короче, его там не было. Чуть-чуть, чуть-чуть. Ну, сколько бы ты поставил на свой просчет? 50% там? Ну, там просто было слишком много ошибок, и все были в тильте. Хорошо. Ну, вернее, не в тильте, но то, что творилось в SteamSpeak, я бы дал им послушать. Там было очень смешно. Кстати, нынче модно выкладывать свои дискорды, там, записи и так далее. Почему у нас? Не-не, так ты про орги сейчас говоришь. Это панга, это Na'Vi делают. Ну, так это не так плохо с точки зрения того, что ты должен как-то медленно подниматься. Если взять то, что ты выкладываешь матчи, которые у тебя получалось выигрывать, то это, в принципе, хорошо. То есть это показывает твою коммуникацию другим командам? Это плохо? Камон, что там можно выяснить? Ну, это твое мнение. Обычно я слышу, все, что я слышу от СНГ игроков этого формата. Типа, я нашел Templar, усил ее на лицо. Вот, ну, то есть это показывает коммуникацию, что ли, серьезно? Как это правильно? Ну, то есть, сел на Templar. Ну, да, я... Супербыстрая коммуникация, знаешь, как на войне, то есть максимально быстро. Какую информацию просто дает это другим командам о том, как парни взаимодействуют? Я, кстати, как игрок на третьей позиции могу точно сказать за 5 лет опыта, что если вы идете максимально в темп, играете без единой ошибки, вас не убить. Если герой подходящий, вот тебя реально не убить. Ты будешь выживать там на 50 хп, на 100, докупать себе там лишний брейстер и опять выживать на этих 50-100. Один раз где-то зафейлишь, сдохнешь и сдохнешь, потом второй раз из-за первой, ну и так далее. Оно все связано. Потому когда мы говорим, о, Сен Кинг пришел, там пять раз нафидел, это не важно. Важно то, что он нафидел один раз, все остальное из-за первого раза. Вот так вот все. Спасибо, Сенпай, что поделился этой мудростью. Обращайся. Так, Анденг у нас от CDC. Это, кстати, тот самый Анденг, которого брали в CDC ранее и после этого против них банили Анденга. Ну, не всегда, конечно, но да. Ну, все же, то есть. Приятный герой против Кентавра с той стороны, что именно с лайнинг, лайнинг стейджа. Потому что, если дойдет до лейтгейма, там, сколько бы на тебе зомбаков не было, стампида и побежали. Кстати, я вот сюда хотел спросить, вот если ты играешь в морфом и против тебя зомби, насколько тебе приятно в него превратиться? Ну, если там, допустим, если вы врага, допустим, еще, условно говоря, Эр Спирит, Сен Кинг, вот зомби, как они ставят? Как ты думаешь, чем приятен Томбстон? Вот, то есть, это просто цель, которую нужно убить, это там замедление от зомби, это там полезный вижен, вот со стороны... Ты перечисляешь все плюсы, которые... Да, все плюсы, которые, да, вот. Я, например, когда играю на тройке, у меня там стомп разрывает тем, что я не могу в драку прыгнуть, потому что появляются зомби и мешают. А со стороны керри это 2000 вижена ночью и днем везде, то есть... Это настолько сильно для любого файта, то есть любой файт, который проходит, ты видишь все. Ты видишь, что на тебя прыгают, что на тебя там нападают, ты можешь контринициировать, ты можешь подраться. Плюс это, то есть 8 хп, да, ну, то есть это 4 удара по герою. То есть это чуть-чуть, ну, то есть лишний демэдж, который мог получить ты, но ушел Томбстон. Знаешь, почему мы, Дима, это обсуждаем? Потому что он баняет этот морф, который мы предрекли, что он появится. Мы просто обсуждали, ну, почему его стоит забанить вот в такой манере. Я не знаю, о чем вы, серьезно, я имею в виду, вы все это время говорили о визуне, а потом сверху появляется морфинг, что, окей. Морф типа хорош против Тамбы из-за того, что он быстро бьет, что? Нет, потому что он превращается в зомби и ставит свою. А, превращается и ставит Тамбу, окей, спасибо большое. А при чем тогда УД? Потому что УД во второй стадии тут всегда банят в Китае. Это Китай, в котором УД не выигрывает, но при этом его перманентно банят. Ну, кстати, пару игр мы видели. 1-7. Не факт, на самом деле. Мы вчера статистику не вели с тобой, так что... В смысле, а я вчера один раз еще УД проиграл. Ну, ладно. Ты вел или не вел? Нет, я не вел. Я вечерний был. Значит, я вел. У тебя был лысый человек на ведущего. Ух ты, вечерок. Что-то новенькое. Ого, вот это... Слышишь, я на самом деле так рад, потому что новый герой появляется в Китае. А как работает, если ты кинул... Вот, Женя, как работает, если ты кинул маледик в героя и влупнул в него этот... Сулкетчер. Посчитается ли? Именно так. Именно так, как нужно. Именно так может так работать. Потому что это не урон, это снятие ХП. Это как Сандер. В смысле, так маледикт бьет в зависимости от потерянного ХП, которое было в момент, когда тебя накинули маледикт. То есть, если он во время получения маледикта 100%, а на следующий тик у тебя 60%, то ты получишь демидж за эти 40%. Ну да, смотри, с Сандером, если на тебя кинули маледикт, сняли кучу жизней, там ты почти умираешь, ты делаешь Сандер, тебе уже почти... Тебя ноль дамажит. Да, он дамажит в зависимости от того ХП, которое у тебя было на первом тик. То есть, тик сняло ХП, следующий тик оно дальше считает. И так вот, ну то есть, три раза. Комбо-бомбо. Мне кажется, вы могли бы разговаривать об этом в вечность, реально. Мы можем написать мемуары по-маледиктам. Пацаны, там можно снять тик, чтобы был еще один тик, который снимает то количество ХП. Вы серьезно? Дима, ну ты должен вдохновиться этим, позвонить сейчас после этой игры своему лучшему другу, сказать, чувак, там есть комбинация, давайте что, Данима Вичдоктор, пошли после эфира сыграем. Хорошо, эта комбинация реально работает? Пошли потикаем. Сейчас посмотрим. Думаю, действительно, это будет очень сильно. Если появится какой-то суперсильный герой, жирный в плаве, две-три тысячи ХП, на которого можно будет подойти и кинуть маледикт, потом его... А у нас вся аналитика согласна с тем, что это работает? Это работает, но это на практике. Никто не знает. А, понял. Пусть никто не знает. Это работает, но на практике тяжело исполнить эти задуманства. Да, это тяжело исполнить. Тут нужен реально лучший друг для этого. Ну, кентавр. Самый близкий друг. Ну, я имею в виду позвонить. Да, я понял. Тиесилищили выйти в темп, Тики, совершенно. Да, но вам не кажется, что они хотят просто законтролить за 20 минут и закрыть? Тиеси хотят законтролить? Ну, я имею в виду у тебя, типа, темповый андаинг, темповый Урса. Андаинг Урса сейчас законтролирует. Ты знаешь, что... Ну, я имею в виду, если ты берешь, сносишь Рошана, сносишь вышки, насилуешь людей. Ну, Урса, Андаинг такие пушеры, там, дизейблеры, контролеры. Что, ты хочешь сказать, что они не темповые? Проблема в том, что им действительно, то, что Егор говорит, тяжело брать объект, это, во-первых. А, во-вторых, тут, по-моему, для Урса такая себе игра. Я бы не хотел играть против Шотодемона, потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Потому что... Оверпауэр постоянно пользуется, да? Да, да, да. Ты вообще не кайфуешь. Мне уже нравится Пикаренжи. Мне тоже. В принципе, что хотелось бы взять? Еще хотелось бы взять какого-то лейд-героя, который будет убирать Том Стоун и хорош против Урсы. Это либо Нага Сайрон, либо Фэнтом Лансер. Либо вообще какая-то... О-о-о... Пок. Пок-чемповая Медуза. Итого, Урса получается уже не так плоха, просто потому что она все равно будет фронтлайнером Мисс Сол. Но все же, ей очень тяжело будет играть. То есть, Медуза будет забирать весь фарм. У Урса нет дизейблов, у Медузы нет дизейблов, у Антенга нет дизейблов и... Утилитарная Урса под одним станом телекинеза. А? Урса... Какая-то пожилая Урса с барабанами и... Медасиком. Я не знаю. Судя по всему, да. Судя по всему, это Урса, который будет впитывать. Правильно? Да, это просто неудачная Урса. Она тут будет впитывать. Он должен купить какие-то барабаны плюс диффуз. Возможно, башер, бкб. Но смысл в том, что... Даже против Стампида тяжело. Против Дизраптора тяжело. Против Деваник Пиржа тоже тяжело. Миллион дизейблов, миллион станов. Сейв. Это очень тяжелая игра для CDC. Если они ошибутся один-два раза, то их уже не отпустят. Даже при том, что у них Медуза. А как тебе Сларк для РНЖ? Сларк для РНЖ мне нравится. Сларк считается сильным героем против Медузы. Да, и против Урса он тоже сильный. Ну, просто он еще и акцию забанили. Ну, кстати, Нага мне очень сильно нравится. Потому что, первое, Слип ломает Тамбу. Второе, Нага против Урса один из лучших героев вообще. Это по заветам величайших игроков на Урсе. Или еще там еще? Нет. Женя, Медуза или Сларк? Или твой вариант? Медуза или Сларк? Или мой вариант? Мы подождем оффлейнера. Что значит Медуза или Сларк? А, вот это? Это арбуз для... Это по-моему Сларк. Да, это Сларк. Это по-моему Дэдден Сларк. Тут Сларк реально солид. Так, Евген, твое время. Ты сказал, что подождешь хардлайнера, вот тебе хардлайнер. Тут еще солид. Тут еще солид. Каждый, когда может видеть Тайда, может сказать Сларк. Нет, ты можешь сказать что-нибудь еще. Для вариантов. Потому что все равно они могут не остановиться на Сларке. Я могу сказать, что когда ты берешь Урсу в Шадоу Демона, ты полный дебил. Ну, кстати, тут солидарен. Этот герой никогда никого не убьет до конца игры. А знаешь, что по-моему Сларк? Если Шадоу Демон здесь будет кором и купит аганим с Сларками. Не-не-не. Какой кор? Не-не-не, не надо. А Тайдхантер без пассивки. Медуза никого не стреляет. Урса не настакивает царапки. Тут просто Шадоу Демона с тремя инстанцами под аганимом. Нажимая так в одного, второго, третьего. Никто ничего не делает. Три демоник пуржа по трем корам под аганимом. Это та самая математика, о которой мы разговаривали. Теория идеального замеса. А что Аль-Анс Тайдек будет делать? Посмотри, они никуда не пойдут. Они возьмут Сларк и игра закончится. Я целиком всеми лапками за Ренжи. И я. Тому же мне не я. Как бы я не любил Сидеков, но оттуда Ренжи. Ну и видно. Слушай, давайте посмотрим, что думают наши зрители по этому поводу. Потому что... Ну ладно, ран зрители. Давайте еще пару накидайте мне причин и аргументов, почему Ренжи... Так ты смеешься с них. Потому что у них классные кроссовки. По одной кроссовке. Я на самом деле хочу, чтобы они импортировали просто к нам в магазы и кроссовки. Было бы круто. Ну ладно. Нет? Нет? Ну серьезно, я сейчас играл. Если бы я тут играл, я бы 100% просил, чтобы у Демона Кора себе. Что у Демона Кора? 40% на Ренжи, 60% за CD&C. Зрители против аналитиков. Аналитики все однозначно сказали, что это катка для ролловного гива. Давайте посмотрим, что думают наши адекватные. У меня одна фраза. Я бы охарактеризовал эту аналитику предматчевую только одной фразой. Редко, но метко. Вот, наверное, так. Отличная аналитика вообще. Спасибо ребятам. Сларк зашел. Ласт пиком. Как и предсказывали аналитики, герой, который бьет Урсу, Медузу, Тейтхантера, Андайга. Всех бьет. Он, по-моему, здесь выглядит вообще замечательным героем. Как тебе? Ну, я бы сказал, что да. В этот момент я радуюсь за Ренжи, потому что они наконец-то очень круто напикали. В свою очередь CD&C показали какой-то, видимо, экспром. Что-то такое решили потестить. Урса неожиданно появилась вообще неплохо. Не понятно, против кого, с кем. Да, какие-то комбинации неожиданные. И здесь у Ренжи все шансы, чтобы отжать одну карту в CD&C. Ну, наверное, это вот та возможность, за которую нужно цепляться. Если противник позволяет себе после первой карты вот такие эксперименты с драфтами. А я не помню, чтобы Сидеки в плей-оффе такое брали. То надо брать. Надо брать с Ларкой. Надо просто идти, душить. Герой подходящий весьма и весьма. Поэтому, да, ожидаем интриги. Ожидаем, собственно, возврата, если можно так сказать, в серию. Ожидаем сравнения в счете и выхода на полноценное БО-3. В общем, вперед, Ройл Невагива. Подарите нам немножко хорошие, красочные, классные доты. Ну, а Сидеки пожелаем им, в общем, отбиться таким драфтом. Если выйдут в лейт, они посильнее будут или нет? Ну, да. Я бы сказал, что здесь Сларк очень силен. Если он выходит в лейт, он здесь реально душит вообще всех коров. Просто идеальный ласк. То есть Урса, Медуза, Тайтхантер потенциально в лейте не перебьют Сларка? Ну, Тайтхантер будет махать якорем, Сларк нажимает на Дарпакт и снимает с себя дебаф и продолжает резать. То есть все равно у Сларка? Один герой? Да. Ну, естественно, я надеюсь, что он будет играть и исполнять на должном уровне. Кто его знает, что они там будут делать. Может быть, сейчас команда со Сларком будет делать то, что ребята делали в прошлой игре, когда у нас был Свен. Они просто шли в сложную, умирали, появлялись, шли в сложную, умирали, появлялись. И кто его знает, чем они будут заниматься в этой игре, учитывая, чем они занимались в прошлой. ЭВ, он же Мевиус, отправляется на легкую линию, на Урсе. Ну, вообще, понятно, да, там будет на центральном коридоре стоять ХМ на Медузе. Оффлейн Тайтхантер, Керри и Урса. Такая вот ситуация. Ну, и Ройл Новгибап, как и в предыдущей карте, они в пятером выступают под смоками в попытках сделать первое убийство, в попытках собрать информацию о том, куда поставят каких персонажей ребята из CDC. Ну, а Флайбе пошел заряжать свой пассив. Раз, два, хватит. В этот раз ход конем не по центру заряжает, а снизу. Я бы сказал, ход кентаврам. Ну, два раза, правда, только вышка ударила. Ну, ладно, хотя бы так. Ну, Урсевич обязан с плюс одним саппортом доминировать легкую линию. Иначе вообще непонятно, зачем он нужен. Его задача заумнить кентавра. Ну, он его кушает. Урса любит играть против толстых силовиков, в которых ты впиваешься, заряжаешь свои Fury Swipes. Грызешь, грызешь, грызешь и быстро уничтожаешь. Тут впоследствии, конечно, вот Shadow Demon очень сильно мешает. Вот действительно, как персонаж. Вот здесь даже, наверное, хочется, чтобы Shadow Demon вообще был, наверное, не пятой позиции, но как минимум четверкой, да. Потому что возможности этого ШД прям превосходные. Останавливать Урс, останавливать Медузу. Прятать своих тиммейтов в Disruption. Сказалось, пытайте Shadow Demon немножко фарма, он вам выиграет игру. Но здесь пятерка, и вот на пятерке Shadow Demon все-таки сложно добираться до каких-то слотов, покупать себе те самые пресловутые Аганимы. То есть игра должна затянуться. Ну и Вичдоктор получается от Ланемы вообще четверка. Четверка Вичдоктор — это достаточно странный предмет, как мне кажется. Он очень силен в Лейте Маледиктом против любого миличного Кора. В Лейте, если заканчивается БКБ, Маледикт и Кор погибает. Вот здесь мы наблюдаем за тем, что Андайинг обязан найти Кентавра. Иначе будет проблема с тем, что он просто ни у кого не забирает силу. То есть он забирает силу, соответственно, ему желательно стать против силача. И Андайг пошел вниз. Пошел вниз Кентавру помогать Урси доминировать на линии. Ну не знаю, у Эвы должно быть нормальная линия здесь. Я не знаю, как Вичдоктор, конечно, будет зонить соперника, но потянется Андайинг, сейчас кинем парочку дикеев на того же Кентавра. Будет неприятно. Ну главное, чтобы Андайинг вот так вот бегал за елочками, разменивался с ВД тычками, не показывался. И тогда размин, естественно, будет в пользу Андайинга. Пока Андайинг, вот у меня есть только один удар. Нужно, естественно, нанести больше, нужно сделать второй, третий, четвертый, пятый. И в этом случае линия будет точно за Урсой. Ну и в свою очередь Тайдхантер. Сегодня Тайдхантеров мы видим прям огромное количество раз за разом. Флайби играл много на Тайдхантере. Сегодня в первом матче, по-моему, три из трех карт против Ехоум. Опять Тайдхантер появляется в этот раз от Ньюби. Ну и здесь у него хороший старт получился. Четыре крипа первых он там с пачки забрал. Нормально. Сейчас посложнее, потому что линия запушилась в сторону Сларка. Он идет, я так понимаю, покупает Пилинг Блейд себе. У нас Пилинг Блейд нам будет попроще, явно. Против Сларка некомфортно стоять. Ты обычно, когда стоишь против любого Кора, ты выигрываешь линия за счет того, что понижаешь урон противника, противник добивает мало, и это как бы главная фишка Тайдхантера. Здесь же Сларк, который просто на каждый анчерсмеш может спокойно отвечать Дарпактам, при этом еще и наносить урон Тайдхантеру и спокойно добивать. Сейчас, допустим, нажимает на Дарпакт, бьет Тайдхантера. Тайдхантер понимает, что ему больно, но у Сларка нет паунса, поэтому у Тайдхантера живет. Отметим, как грамотно действуют Джеймс и Ньюби, то есть они не сразу кидают там анкерсмеш плюс фейтболт. Они сперва дали анкерсмеш, дожидаются, когда Мане кидает Дарпакт, сбрасывает дебаф и потом только фейтболт. Это очень грамотно, потому что Мане постоянно в такой ситуации находится с не самым полным запасом своего урона. То есть он постоянно под дебафом. Это важно очень подметить, потому что если бы сейчас они сразу скинули свои способности, то на развороте Солкетчер, один Дарпакт, и вот у него полный дэмэдж, и он идет убивает соперника. В центре мы видим пока Медуза 14 на 3, Лишак у нас 13 на 4, тоже в принципе с одинаковым они крипстатом пока идут. В большей степени друг другу стараются мешать. Ну и XM, вообще именно Медузе против Лишака, по-моему, стоять приятно. То есть ты всегда Мистик Снэйком, скорее всего, попадешь соперника. Какие-то станы вот эти вот, ну, больно, неприятно, но есть Мистик Снэйк, он тебе помогает жить. Да, единственное роминг очень неприятный со стороны РНЖ. Там, если придет Shadow Demon, Disruption, Станчик или Шрак сжигает Медузу. Если придет ВД, то же самое. Он закидывает карточку, подходит, вешает Мальдикты, опять же Медузу убивает. А вот со стороны Медузы нет таких ультимативных суппортов, которые бы с ней быстро убивали Лишака. Здесь вот более Шрака будет легкое преимущество, как только саппорты начнут длепить, с линии на линию. Начнут ли? Потому что мы видим, что Ахву привязан пока к своей линии. Ведь Доктор покидать Кентавра не хочет. Кентавр, если останется один, он просто крипов не доберется. Там Монтайнка его заспамит дикейм и Упсу съест. Поэтому пока суппорты привязаны. Ну, может быть, под какую-то поварапру, ну, не знаю, может быть, какой-то внезапный смог. Пока мы видим пул и сражение вот именно за нейтральных крипов, за отводы, за попытку выставить линию таким образом, чтобы тебе было комфортно под вышку стоять и добивать. Я сейчас смотрю на Крепстат и понимаю, что у Андаинга закончилась мана, и он очень скоро будет бесполезен на этой линии, и получается, что Урса стоит в Анекс 2. Учитывая, что у Кентавра уже преимущество, можно сделать вывод, что Кентавр вообще рано или поздно просто убьет кого-нибудь на этой линии, потому что Андаинг без маны бесполезен. Сейчас его бьют, бьют его очень больно. Он мало что может сделать под Малендиксом, и Ферсблак за Ланену. Печаль. Урса с Андаингом, два мощнейших лейнера, проиграли линию. Это грустно. Причем раньше мы помним, да, если приходил такой персонаж, как Андаинг, саппорт, он всю свою ману выдавал на первый Дикей, потом шел, умирал, додумался, потом опять возвращался и делал то же самое. Здесь мы видим Андаинг просто стоял без маны и смотрел. Ну да. Это лишние денечки для Вич-Доктора и Кентавра. Ну и Урсе неприятно. Пока отсутствовал саппорт, ты крипов особо не добиваешь. Линия, правда, подпушилась, пока убивали, и поэтому подвышка оказывается Урса. И стало чуть-чуть попроще. Самую малость. Сларк. Сларк 18 на 4 тоже не может похвастаться каким-то идеальным крипстатом, но все-таки, да, этот вот минус дэмэдж, эти бесконечные спамы от Тайтхантера, от Рубика, они дают о себе знать, и в итоге Сларк 18 на 4 только имеет к пятой минуте. На поводу баунтирун, тут аккуратно по две, без сражений, без сопротивлений. Все спокойно пока, развитие событий неторопливое в этой карте. Основное, видимо, нас ждет потом, попозже. Ну вот насчет попозже, я не знаю, конечно, вот послушал я и тебя, послушал я аналитиков, и вроде как Сларк выигрывает всех. Но черт возьми, это же Медуза Урса и Тайтхантер в лейте. Но неужели они не смогут одного Сларка побить? Не, ну если Урса Сибиротебесл и Башики прокнут, то я думаю, Урса Львова победит. Вот, просто вопрос в том, что Сларк и фармит быстрее, чем Урса, Сларк и прыгать умеет, у него есть какой-то эскейп, и здесь, как бы, Урса обязана сномболить. А сейчас мы видим линию, где Урса стоит некомфортно. Вот ее напрягает, у нее закончился ХП Реггин, у нее в итоге андаинг. В очередной раз у него нет маны, он не может оказать должную поддержку Урсевичу. И если Урсы слабый старт, то потом просто она страдает из-за недостатка айтемов. По поводу, кстати говоря, айтем-билд этого персонажа, то есть как играть, как играет Дахак, например, да, через какой-то Медас, и выходить там, не знаю, может быть, Барабан и Башер, или все-таки через Блинг здесь поигрывать, как бы ты стал собирать Урса? Здесь, учитывая, что у них еще и Медуза, который тоже будет фармить, я бы брал Медас, потому что они точно не закончат быстро таким пиком. Поэтому нужно будет время для Медузы, чтобы как минимум взять лвла, и здесь лучше подстраховаться. Давайте посмотрим туда в спину Сетсу. Первый ганг пошел, тут же Disruption Soul Catcher, комбинации через стан не будет. 1-2-3 все равно страдает, есть паунт, дал энкор смеш, но его съедают. Стан последний уже от Сетсу как раз долетел после паунта. Хороший выход, быстрый минус, убили Тайтхантер, возвращается моментально на линию, потому что Катапульта подъехала. Важно это учитывать, потому что Катапульта вместе с Медузой могли бы вышку забрать. Ну, Сетсу вовремя среагировал. Хороший ганг, хорошая перетяжка. Сразу что-то в убийство Лешак начинает обгонять Медузу по фарму там на 5-6 сотен голды. И, в принципе, по Нотворсу мы видим у команды РНЖ все хорошо. Ставит Томстон на защиту, Эва разворачивается. Ну, ни одного стана, тут даже замедления никакого нет, ДиКей, и все. И Урс даже догнать никого, как вот Тарик не может. Минус Тамба. Развели Андейнг на Тамбу. Ману Андейнг мало, соответственно, очень скоро он будет бесполезен. У Кентавра СВД мана еще достаточен. Они очень скоро будут готовы провернуть очередную комбинацию против Урса. И Урса боится подойти, потому что она рискует умереть от следующего Маледикта и стана Кентавра. Ну, старт невеселый сидите. Да, ужасный. Просто ужасный. И, как бы, чем дальше, тем хуже. Слаб берет на линии шестой уровень, и он постоянно регениться. То есть он может бесконечно в Хейс Сайтхантером размен, прожимать дарпакт и снимать с себя дебаф, размениваться тычками, а потом просто отойти и похилиться. И в этом плане рано или поздно он начнет Сайтхантера сильно перегонять. Ну, на этой линии мы видим, что здесь вот стоит Урса вообще одна. То есть Андайенко, он все время где-то там что-то бегает, что-то делает. Вот он там бегает, четвертый уровень, у него все лишь навсего один щиток. Там банок и Д, и, соответственно, он не особо-то и помогает сейчас Урса. Урса стоит одна. Ну и так, да. Особо никуда не идут. Стоят под товарами, фармят. Медуза в лес уходит, там сплитшот подкачивается, поэтому с лесом Медузы будет много. Выносить себе денег. Ну, мы ждем Сларка. Мы, то есть, ожидаем, я так понимаю, какие-то барабаны. С выходом, возможно, в Дефисиал Блейдс и Гангер. Каски хорошие, потом Крип отнесли, шанс, просто сломали. Ну да. Он даже Энрейдж не успел нажать. И приходит сюда Сетсу, там должны быть Диаболики. Андайенко довольный такой, о, кора нет, можно пофармить, Экспу заберу. Неплохо, хорош, хорош, пошла жара. Легчайший Экспа для саппорта. И легкая вышка, кажется, для Ройл Невы Гевап. Диаболики работают, есть Глиф, Джеймс там притягивается, но тут два саппорта. Два саппорта против двух кор-героев и саппорта, ну не знаю. Ставит стомп-стоун, стомпит, это был первый саппорт, второй саппорт теряет стомп-стоун. Там байта и изи деньги просто, 150 голды. Просто ломают. В общем, Андайенко меня разочаровывает, честно говоря, вот на этой линии. То есть если Урса хоть как-то там боролась, пыталась что-то делать, то Андайенко просто стоял АФК большую часть времени. И если уж у них был план в том, чтобы стать АФК, то, возможно, в этом случае Курсе стоило поставить Рубика, который бы хоть как-то помогал ей. Потому что по итогу саппорта Урса нет. Урса нетворс маленький, всего лишь навсего 2 500. Он почти не растет, если сравнивать этот нетворс со Сларком, с Кентавром, с Лешраком. И в лес Урсы уходить не хочется, потому что в лесу Урса фармит очень медленно. Да и Медуза там. Лес, говорит, мой. Ну да. Стой на линии. А к ним в лес очень скоро придут, после того, как снесут вышку снизу. Так, ну и вот выход на десятую минуту под контроль баунтирун. Сейчас будет, где Роял Невагивап, конечно же, чувствует себя великолепно. Я не знаю, у Лешака сейчас все двери открыты. На любую линию приходи, ты там король, ты царь. Ты либо убиваешь, либо ты вышку спушиваешь, ты делаешь все, что угодно. Правда, диаболики пока первые. Ну, ничего страшного. С командой можно с любым товаром разобраться, даже с первыми диаболиками. Так, ну пораньше бы Юл вынести. С Юлом комбинировать свои станы проще, убивать лучше. Проще тоже. Поэтому надо немножко пофармить еще. И потом можно смело идти в бой. Две баунти забирают. Здесь еще и Манес воровал баунти чужой. Это четыре баунти должно быть за Роял Невагивап. Вау. И четыре тысячи преимущества. Вангвард у Кентавра. Вангвард. Все, Урсу может вешаться. Здесь мы видим Тайда, он страдает. И Урсу страдает. Все страдают. Всем плохо. У Слаку он подошел, как бы, допустим, нажимает паунс. Дарпак. С Тайдхантер убегает, у него там минус хп, допустим. А Сларк просто отхиливается. И при этом Сларка очень трудно забрать Тайдхантером. То есть нужно как-то подловить его на реведж так, чтобы Сларк не поражал Дарпакт. И при этом его нужно сваншотить. И если бы был какой-нибудь герой там на уровне Лины, шестого уровня или там Леончик, то можно было бы попробовать убить, но здесь нету бурста хорошего. То есть здесь есть Рубен, у него бурста особо не имеется. Есть Андайн, то же самое. И Медуза с Урсой, где Урсу будет бежать полгода, а Медуза не заинтересована сейчас в том, чтобы бегать и кого-то ганнуть. Вот в итоге приходит Мишка. Мишка посмотрел на Сларка. Сларк убежал. И Сларк может спокойно пойти пофармить лес пока в Урсу на Лине. Причем Сларк планирует купить себе Медас тоже. Угу. Надежно, надежно. Если что-то пойдет не так, у него будет седать деньги. Ну, в принципе, его-то скорость фарма позволяет купить и быстрый Медас, и после этого быстрый Дифижел Блейд все вынести. То есть вообще не проблема, можно и так. Тем более, что есть кому создавать вот сейчас ту самую агрессию, давление. Вот Унсетсу вашу, к вниманию, представлен. Да, готовый уже Юл. И вот теперь надо Медуз зажимать. Зажимать Медузу, выгонять с леса, потому что все. В свое время XM фарма свободного леса закончилась. Поднимают Юл. И Маледикт. И под Сулкейчер ставит в Том Сто. Ну, как спасти-то? XM нашел Стоунгейз. Но нет, просто урон бешеный залетел. И правда ревальш тут есть. Не успевает дать дизрапшн. Аху. Погибает Лишак. Это хорошее убийство. Минус три. Далеко зашли Роял Невы Гивап. Кентавра, правда, лучше не трогать. Его все равно не убьете. Ну, компенсация неплохая. Ну, пойдет. Полностью реализовали ревальш с Тейтхантера. Это, наверное, вообще отдельный расклад, при котором Медузу впитывает за счет мана Шелда. И Тейтхантер просто накрывает всю команду ревальшем. Есть нюанс только в том, что деньги за эту драку получили два саппорта и оффлейнер. Да, то есть ни капельки не досталось Урсе. И Медуза в минусе осталась, потому что погибла. И это достаточно большой нюанс. Ну, и самое главное, конечно, то, что кулдаун на Реведжи теперь запущен. И воскресшиеся герои, воскресившиеся герои команды Роял Невы Гивап могут опять пойти в бой. И теперь уже не боятся ни Стоунгейза, ни Реведжа. Никого. Если выбирать меньшее из двух зол, то я бы сказал, что CDC прям довольны. Потому что в их случае сейчас вообще любой разменный, ну, то есть на руку, там, саппортом, Тейтхантером, кому угодно, лишь бы были деньги на варды, которые они поставят и будут хоть как-то за счет этих вардов отбиваться. Но в корне проблема эта не изменилась. Ларк по-прежнему на легкой линии стоит и фармит, при этом еще и подфармливает лес. Кентавр по-прежнему фармит вражеский лес. Вот он забегает, там, начинает бить липчиков, теперь он идет нагло забирать вышку. Естественно, помешать ему очень трудно, поскольку сейчас у CDC кулдауны, и... Ну, все хорошо. Смотришь на RNG и радуешься за них в этой игре. Да, да. Медасу, Сларка. После первого быстрого выноса в карте под номером один сейчас ребята получают удовольствие, я так понимаю, от происходящего. Вышки ломают, 5000 уже преимущества, давление имеется. Ну, а команда CDC будет ждать реведжа и попытки... Точнее не так, даже будут скорее ждать ошибки соперника в перерывах, стараясь выфармить Медузу и Урсу. Вот интересно, Урсу сейчас что купит? Вот, то есть... Медас. Тоже Медас, да. Ну, тут, если она не купит Медас, то по фарму ей реально конец, у нее останется только единственный вариант, это пойти сделать фраги, но, черт возьми, делать фраги с Медузы, которые тоже нужно фармить, ну, такое себе, особенно, учитывая, что противник доминирует. Оп, Мин Сандайм. Зря ультимейт, наверное, нажал. Лэш Голем открутился будет. Вот еще за счет чего будет хороший дезерапшен в будущем, даже если расфармится Медуза, чем больше у нее фарма, тем сильнее будут иллюзии, которые будет плодить именно Shadow Demon. Сейчас это, конечно, не так решает, но в будущем, если вдруг игра затянется... Как у Садом бегают, смотри. Да. Ну, прыгает просто по дружку и бьет. Ну, есть Стонгейс, конечно, Рубик рядышком, Стонгейс использовали, есть Демоник, Пурш, каски неудачные, кстати, но в Флайбе нет, между прочим, возможности уйти, нет Стампида и еще и Реведж цепляет Лишака, пошлите временем ДиКей, опять закуливают, но закуливают Royal Neva Give Up, они пытаются давить, но не таким же образом, не такими же потерями. Джеймс на Рубике делает двойное убийство. Да, что-то... Если они так продолжат вот так вот именно забегать на вражескую святыню, подвышку, на Реведж Тайтхантер в меньшинстве, то реально как бы Тайтхантер сейчас просто будет игру выигрывать для CDC таким образом. И вот уже четко прослеживается разница между двумя этими командами, если коллектив CDC получает преимущество, они так халатно к этому преимуществу не относятся. Они бы уже, я думаю, игру выиграли к этому моменту, они просто бы там с 5000 довели бы преимущество до 8 до 9. И заставили соперникам 28-й написать ГГ. Здесь же Royal Neva Give Up имея преимущество, все-таки подставляются, и это неприятно. Мане забирает баунти. Телекинез после Дарпакта, Шаду Дэнса нет. Кстати, Мане! Баунти есть, ладно. Ух ты, очень опасно было. Хотя бы баунти забирают, ладно. Это плюс. Единственное их такое супервесомое преимущество это наличие Сларк. Вот Сларк, он по-прежнему заставляет напрягаться и Урсу в лейтгейме, поскольку он просто там покупает башер, нажимает на Шаду Дэнса, и Урсу мало что может сделать. Сларк напрягает и Медузу, потому что Медуза у нас любит долгие драки, а Сларк, он как бы, чем дольше драка и чем прочнее цель, тем больше стаков он наберет. И здесь вот на месте CDC надо как-то пытаться еще и Сларк убивать, а то у Сларка уж слишком хорошо это было. Намечаются Дефишл Бейдс. У него Урса выфармливает себе Медуз на 16-й минуте и снова пытается перехватить суппорта, оказавшегося в чужом лесу так далеко. Джеймс хватает телекинеза в шикарной позиции. Ну, в общем, что же говорить, Джеймс снова тащит. Димоник, правда, каски пошли, Маледикт и Сларк можно поставить. О, но это уничтожит двух героев. Особенно неприятно, что Урса погибнет, конечно. Но забайтил, забайтил на себя охлоп, повели седеки и теряет двух героев. Хорошие минусы. Чудно, чудно. Пошла агрессия, пошла атака. И не под цветыней, слава богу, и не под вышкой, что он не может не радовать. Дальше Флайпи прыгает на Джеймс теперь. Так, Юл подняли, будет комбинация. Стан, четкий, без шансов для Джеймса. Тайфхантер за компанию ворвался. Шарда Димон на позицию, Медузу спрятали. Кентавер набегает на Медузу. У Медузы очень много маны, но ее все равно попробует убить. Отличная касочка, но урона не хватает. Медуза живет. Под Маледиктом и урной не хватит. Не хватит. Не должно. Пытался там как раз XM нажать. Немножко, кстати, не хватило. Хотел нажать StoneGase, но просто пробивали через мана шилд, и маны не осталось. Но с другой стороны, хорошо, что StoneGase не нажимает, потому что все равно выживает, на драку пригодилось бы. Будут защищать свою Тир-2, как могут. Эва выскакивает. Прогоняют Ройл на Вагивап. Преимущество все те же 5000, 6 опять. В общем, мы видим, что если Ройл на Вагивап не допускает таких серьезных ошибок, не загуливают, то в целом все равно вот это вот давление по карте, территориальное преимущество, преимущество по контролю Баунти Рун, фармящие и Сларк с Медасом. Все это приводит к тому, что экономика устаканивается и продолжает расти по отношению к сопернику, поэтому не загуливать, не загуливать. Играть предельно аккуратно, добить своих слоты, не знаю, купить Дефисал Блейдс и вот по кулдауну Стампиду бегать и убивать соперника. В общем, план игры, рисунок игры у команды Ройл на Вагивап понятен, тут ничего не надо изобретать, никаких велосипедов, все давно уже придумано с этими героями. Вопрос только к Сидекам, сколько они еще смогут вытерпеть, сколько еще раз они смогут подловить соперника на ошибках, насколько и когда хороша станет Медуза, пока только Яша имеется и там планируется только выход в Манту. Что сможет купить Урса после Медаса? Вот что покупать здесь после Медаса? Баши рассказывают? БКБ, я не вижу ее, да, в замесе без БКБ вообще никак. Я вижу каски, которые летают по ней, вижу раскрасли широка, там просто тонну дэмэджа, вижу Кентара, банально Паунс, я просто вижу Паунс и Сларка в Шадоу Дэнсе на лице, и тут, мне кажется, без БКБ вообще ловит ничего. Это как бы звучит прескорма, с одной стороны, да, что нужно покупать БКБ так рано, но с другой стороны, а что еще делать? То есть она реально в замесе просто бука без этого айтема. Пытаются вытеснить соперника со своего леса, выходят туда сетеки, из рапшин пошел Ахфу один, Стампид на него не тратит в этот раз, потому что раз за счет Стампида удалось спасти Ахфу и перевернуть драку, но здесь Стампид не используется, Кентар решил засейвить и продали саппорту. Я уже начинаю потихоньку за СДС болит, потому что вот реально РНЖ как-то вот напрягает своим фидом, потому что преимущество растет, они его отдают, преимущество растет, они его отдают, и они уже так минут пять отдают свои преимущества, то есть и в итоге оно не растет, потому что они его стабильно отдают. Тайт, ждали его, реведж потратил, инкорсмэш, но все равно погибнет Стампид. Плюс один, а его нет, никому добить ВД. Не стоило реведж надавать, сейчас вот все выстраивается у СДЕКов на вот той самой решающей драке, где можно переворачивать только за счет реведж, ну вот только за счет того, что есть возможность всех застанет по области, а когда вот так вот ты точно умираешь, даешь свой реведж, придется запускать кулдаун, придется ждать, еще ждать, еще терпеть. Ройл Невагива преимущество еще укрепят. Ну, Слак пошел фронтлейнить, все время пришло. 14 уровень есть, диффуза у него тоже есть, он готов с диффузами убивать кого угодно, здесь все время он находит Урсевича и Урса борется изо всех сил, но отличнейший дизрабшин от Шаду Демона не позволяет ей уйти. Легко от Ройл Невагива пока получается. 20-е, 8000, выгоняет соперника со всех лесов, то есть нет возможности выйти на свой треугольник, снизу там тоже выходишь, соперник встречает, вон Тайтхантер уже парочувствовал это на себе и попахивает даже четырьмя баунтами на 20-й минуте. Кстати, идеальный расклад для Сларка, вот команда доминирует, 20-я минута, он просто забегает в вражеский лес, убивает все варды, он просто их находит, приходит саппорту, сбивает все варды и в свой лес зайти почти нереально, если РНЖ там поставят парочку своих. В итоге мы видим, что вижена у CDC по-моему вообще нет, у них есть только сентри варды в большом количестве, но апсов по крайней мере я не вижу, на карте я слова совсем. Ну вот они вот так вот заходят в свой лес, в лесу как бы темно, в лесу ничего не видно и их просто по одному убивают. Как это слишком легко, то есть общий рисунок выглядит слишком просто для РНЖ, единственное, если они закинут, возможно будет поинтереснее, но пока тут полнейший карт-бланш, особенно у Сларка. Сцепили Рубика, какое-то время пожил, Эва стоит под касками, ну да, тут только БКБ. Тут вообще, да, тут просто стирают. Ну вот кто-либо выходит вообще на линию, ну в лес то опасно идти, правильно, там же убивают? Да, только по цветы, только по цветы не хватает, что-то можно придумать, без цветы не там просто без шанса. А там Медуза фармит и весь фарм занимает, который доступен в лесу. Ну в общем, да, безвыходная ситуация. Что бы они ни делали, все приходит лишь только к ухудшению позиции. Цуксванг? Тот самый, Дим, ты вспомнил это слово. Красавчик. Тот самый Цуксванг. Имхо, пора Рошана забирать. У них очень хороший подхил у ВД, то есть в принципе с Ларк Кентавер лишь Рагбют, они там могут по очереди чередоваться и ВД все это дело захилит. У него хилочка как раз уже в два, есть Весел, есть Аркан Тапочки и им как бы выгодно забрать Рошана пораньше, чтобы там потом они откатывались и они потом получали более ценные награды. Вот такой Вичдоктор мне нравится, когда там 22-й минуте у него тут и ботинки есть с маной, и левел хороший, и Маледиктон вкачал, и Весел купил, он такой прям вкусный Вичдоктор. Ну главное, чтобы была мана, у него там все-таки 4 активных спела, все это слишком манозависимо. Вот, и в большом количестве маны он и в замесе очень много делает, и подфармливает неплохо за счет касс-чек. Так, вот это называется смок последней надежды. Вот уже реально последняя надежда. Кстати, его они должны иметь. Он один здесь. Нет. Нет, ло. А где реводж? Ну, Тайдхантера не хочется. Странный ганг. Минус смок. А там Рубик Стампи тоже взял его. А зачем нажал? А, там спасают Медузу. А с Медузой не спасается, кажется. Сварка такой. Да, Стангей закончился, Дарпак. Сетси тоже быстрый. Это паунс, детка. Бах. Медузе ужасно играть против такого Сварка. То есть у нее мало, у Сварка много, и у него еще диффуза. Лучший айтом против Медузы. Три постоянных стака Гилы, которые он получает. 10 наворовал, пока бил Медузу. Ну, 13 тысяч. Не знаю, преимущество растет растет. Что, хорошее? Что, можно зайти? Лаби зашел. Медузы нет. Ой, кушать, 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 кушать. Еще немножко поесть. Ой, как вкусно. Он решил один зайти, а команда сказала, брат, счастливо, напишешь там. Причем он забежал, он не знал, что у него стампида. Нет, он просто шел вперед, за ним шел ВД и Шадо Демо, но они в последний момент почему-то решили не бежать. Сларк тоже решил подфармить лес. И найс играет РНЖ, вот честно. То есть мне кажется, пока вот по уровню исполнения CD-Си как бы наголо выше. Если бы не тотальный аутдрафт, то, ну, как бы CD-Си еще бы поборолись. Ну, есть такая, знаешь, вот по игре возможность камбэка. По героям тяжело, а вот по игре, да, ловят на ошибках соперника. Ну, да. Ну, Рэвадж и Стоунгейст это хорошая механика камбэка. То есть, например, если дать Рэвадж в пятерых, а потом еще и Стоунгейст, например, в пятерых, то реально можно многих героев убить, но это что-то на уровне фантастики. А вообще Урса с Башером килл любого. Ну, да. Урса с Эбиса, ну, просто до этого Эбиса еще очень далеко. Ей нужен Мидос, БКБ, потом еще нужен Блинк, только потом Эбиселл и еще желательно один артефакт какой-нибудь на урон. Показывает нам тепловую карту Вичдоктора. Ну, он был на всей территории соперника, везде был, да. Шериф. Четверка Вичдоктора, встречайте. В линзы намечается. Шикарно, шикарно. Пятнадцатый уровень, но он, наверное, взял. Отлично. Так, еще один Смок, да, какой-нибудь, или что там? Стоят и охраняют Медузу, что ли? Ну, это план Гарарустан. А, терпим, понял. Вот самый план Гарарустан. Ну, Урсу-то там покажите. План Гарара должен работать только с башеном на Урсу. А, там, ну, извините, там БКБ еще надо сперва выформить. А то совсем без БКБ тяжко. Да, ну вот еще сотни голды. Хорошо, БКБ у него в драке будет. Там Блинк на Тайтхантере появился. Пика должна быть у Медузы. Не бог Вичдок, конечно, такими артефактами ты явно не будешь хвастаться, особенно перед соперником. Если сопернику эти артефакты покажут, то они просто будут смеяться. Ну, что это такое вы выформили, ребят, за 25 минут? Ерунда какая. Но это вот Сидеки, если поймают соперника. Опять Кентавра, который будет идти вперед один. Или, я не знаю, загулявших, саппортов, каких-нибудь неудачных. Демоник Пурш с касками. Вот на этом все, можно играть. Ну, в общем, на это надеются Сидеки сейчас по большому счету, да? Ну, они как бы стоят, да. А что еще делать? Как они Кентавра убили? Они просто стояли в районе своей святыни и надеялись, что кто-нибудь сейчас прыгнет и умрет. Кентавр прыгнул и умер. И вот они сейчас понимают, что на многое они не рассчитывают, они надеются на ошибки. И БКБ пошли, и реведж тратить не хочется. Нет в этом смысла. Бежим, БКБ бежим. Слушай, отдали только Рубик, который сделал пайпбэк. Эв ушел через БКБ. Нормально, нормально, живем. Слонгейспорт потратили, но есть реведж. А Ку может убить. А хотят Леонину, БКБшки заканчиваются. Вы уверены в своих силах? Ребята из Сидек. Солкетчер классный, АКу минус. Нормально. Дальше, может быть, еще какого-нибудь суппорта схватим за хвост. Вот за хвост Ларка бы взять, но это сложнее. Манега, аж получает. Там Тарпакт, конечно, для шанса. Там у нее Шаду Дэнс еще есть. Слушай, ну вот нормально, они забежали, умерли. Хорошо. Вот так вот еще пару раз. Пару фрагов. Слушай, ну лучше для РНГ все равно получилось. То есть, но байбэк на Рубике, на четверке, все-таки это удар. Там сравниваем Рубика, Вич Доктора, 2200 разница. Я в новом месте Рубика вообще бы не байбэкал. Почему? Там уже было видно, что РНГ убегают, и у Сиди Си проблемы с кетчем. Им очень трудно цеплять. Прям проблема. Сларк ждет в ката БКБ. Сейчас БКБ будет и вперед. Парагаем? Даже пораньше. Форстаф, Каскет, Дэсвард. Он жить будет? По идее должен? Ну, 5 секунд. Рубен нужно валить. А Рубен уже никогда не убежит. Лоу, замансил. Нет, нет. Его не нашли. Нет, нет. Сларк все еще ищет. Вот, вот, вот. Хорош. Так, там драка, кажется, продолжается. Шаду Демон ничего не использовал. И вот пытается у кого-то еще нагнать. Не получается. Сидеки отходит. Минус Рубик. Рубик без байбэка. На минуту пока отдыхает. Это, на самом деле, для РОЙЛНГ гибап хорошее время для забора Рошана. Вот прямо сейчас. Да, просто выгнать ребят. Как вариант снести Т2 сверху, после этого подвардить, снести все вражеские варды и потом по-быстренькому из-бет Рошана. И вообще, на самом деле, могли давным-давно его забрать. Они почему-то медлят. У них, в принципе, урона хватает. Учитывая, что там Кентавр с пассивочкой или Шаг с Диаболиками. Ну, вот продолжают они зачищать территорию оппонента и не выпускать с базы. Это работает Башар. У Сларка 15 тысяч преимущество на 28-й. Ой, время идет. Как бы это ни странно звучало. На минуты копятся. И вот уже 28-я минута. И ты так смотришь. Ну, ладно, что-то Медуза имеет. Там Мурс, по-моему, до Башара сейчас добирается. По лавлам отстают сильно. И по артефактам отстают. Это понятно. Ну, если грамотно кнопки нажать, все-таки реведж, на это можно надеяться. Стангейс какой-то хороший. И опять же, Башар. Башар на Урсе это то, на что ты одновременно надеешься. И то, что одновременно тебе не дает никаких гарантий. Потому что это шанс. Шанс на что-то. Шанс на Крит с Дейдаус. Шанс на Башу у Башара, соответственно. Если вдруг повезет. Он просто повезет вцепиться в Сларк. И в нужный момент не нажмешь от Дэнс. И ты раз с Уверпауэром с Анрейджем его съел. А это там тысяча голды сейчас. Сларк слишком сильный. В принципе, только на это и есть. Ну, только на это и имеется расчет. Там нужно Тедхантеру дать реведж. Потом продолжить Урсы бить Сларка. И кому-то еще желательно закрыть штату демона, который будет давать сейф. Потому что иначе, даже если Урсы будет прокать Баш, там все равно у Сларка будет возможность выжить соло. Ну и Изи Рошан. Да, Мане, Аягис. Рошан, Изи. Можно заходить. Надо хотя бы пощупать оппонентов. Посмотреть, что у них там есть. Да, не надо тушеваться. Как-то пытаться бегать опять, карту завоевывать. Вы давно уже эту карту завоевали. Есть Диаболики. Есть же пуш-потенциал. Против такого пика Сларком приятно осаждать базу. Единственное, что его напрягает, это Змейка Медуза. А в целом он просто подходит, бьет базу, нажимает Дарпакт, уходит. Лешрак просто урубает Диаболики и бьет вышку. Здесь хорошая война для осады. Так, в центре варды. Ну это все, конечно, Сларк заметит. Лешрак восполняет ману, телепортируется вниз и потихонечку перемещается. Неприятно. Дарпшит солкетчер, здесь будет паунт, какой-то стан Кентавра. Манашилл срабатывает, а его начинает впиваться в Кентавра. Баши пока не работают, слово совсем есть там пид, БКБ нажали. Да ни одного баши, у него вообще есть баши или нет? Он его купил в конце концов? По-моему, нет еще, да? Нет, не купил, понятно, тогда понятно. Ладно, тем временем мы разменяли Тайтхантера в Кентавра. И Зетсу под БКБшка идет, Урсу все-таки накрывает. Спасти было нечем. Баунтс неточный, но каски летает. И Сэма больно. Сэма очень больно. Далеко заходит Ройл на вагивап, но они могут себе позволить в данной ситуации. Джеймс его тоже атакует под Тер-4. Убивают, триплкилл от Ланема, байбэк от Тайтхантера. Ну я не знаю, что он после байбэка ничего не сможет сделать. Будет минус пять и прям под фонтаном добивает соперника. Good game, well played. Тридцать минут. Выигранная карта от Ройл на вагивап и счет в серии внезапно сравнивается. Ну это была слишком легкая, то есть тотальнейший аутдрафт. Вот просто тотальнейший. То есть, конечно же, может быть у ребят из CDC был бы шанс. И был бы у них шанс, если бы у нас уважаемые ребята из РНЖ ошибались. Но там, на самом деле, было очень трудно ошибаться. Поэтому просто легко. Супер легко. Легко карта под номером один, легко карта под номером два. Причем сперва для одной команды, потом для другой. Самое главное, сухого счета здесь не будет в этом финале. Драка за слот, он должна быть такой, мне кажется, с интригой, да, немножко. Недовольное лицо Кристалной. Почему тебе это не нравится? Ты всегда вот реально топишь за китайский регион. Конечно, они классные. У нас совершенно ужаснейшие были квалы на СНГ с точки зрения гранд-финала. На чем там еще? На Южной Америке, короче, ни черта не происходило. Я уверен, то же самое будет на Северной Америке. Но китайцы молодцы, да, показывают нам игру. Хотя, к сожалению, и обе карты были в одну сторону. Наши аналитики идеально предсказали. Тут все три были за РНЖ. Опять же, Сларк хорош. Давайте начнем с Жени. Какие вещи вообще могли хоть как-то вначале пойти немножко в плюс для CDC? Для CDC мог пойти в плюс только лейник на боте, лейник на миде. Но на миде почему-то дуза провалилась против лешака. Чуть-чуть отстала по темпу, но это не смертельно. Но дузе все равно здесь играть тяжело. Против нее Шадоу Демон, против нее Сларк, против нее пару станов на крайняк. Все прекрасно у РНЖ. Все плохо у CDC. Играть невозможно. У тебя два кора абсолютно бесполезные. Да, ну, дуза бесполезная до трех слотов. Урса бесполезная до... Любого количества слотов. До бесконечности. Очень жаль их. Отличная игра от РНЖ. Арк? Да. Почему так плохо для Урса все было на боте с Вичдоктором? Потому что, когда ты играешь с андайингом, когда у тебя настолько сильная пятерка саппорт, как андайинг, если ты милишник и ты не покупаешь арбов вином, то я бы спросил его лично, почему не купил Веном, но я топил за РНЖ. Нужен звонок к Сэму. Или кто там играл на Урсе? Ив. Ив, да, Иву. Ну, видишь, парень умеет на ВК, поэтому ему пикают по кулдауну ВК. Ну, видимо, это его единственный герой, на котором он умеет, судя по этой игре на Урсе. Не, посмотрим, посмотрим, подожди. Потому что этот лайнап, это... Ну, то есть, это Урса, то есть, ты не можешь покупать Медас вместе с Медузой. Я уже об этом сказал. То есть, как можно покупать жадно, то есть, у тебя сверхжадная Медуза, и ты покупаешь ее Медас, и в итоге Медузу убивают, тебя убивают, игра закончена. Если бы ты игре что-то другое собирал. В этой игре я бы собрал Драмы и Диффуз. И просто бегал и дрался, пока Медуза фармил, и это было нормально. Тут просто, ну, каждый из трех коров и даже суппорты РНЖ хороши против всех трех коров CD&C. Я не помню, кого они забанили на последний бан, команда CD&C, но это была ошибка. Потому что Сларк идеально вписался. Да, да, да. Несмотря на, скажем так, проблемы в Драсте, на линиях, CD&C действительно неплохо оборонялись, и в целом выиграли довольно много времени на Медузе при, скажем так, настолько плохом старте. То есть, вот эти реведжи, такое ощущение, что больше даже РНЖ ошибались, потому что все вот эти их заходы на Шрайны во время того, что реведж был не в кулдауне, выглядело немного странно. Даже здесь, скажем так, им почти по шапке настучали, просто саппорты идеально все сделали. Просто Генина. Просто Эхвай и Ланэн, понимаешь, два человека, которые, на мой взгляд, вообще лучшие саппорты Китая, но не считая фейда, конечно. Кстати, мы видели эту комбинацию пару раз. Сулкетчер и Маледикт выглядело сильно, кстати. Понятно, у них там, когда вы давите, это сделать гораздо проще, но выглядело действительно очень интересно. Что можно было попробовать сделать РНЖ? Ну, единственное, что приходит на ум, это если собрать какой-то отряд, который пойдет, в общем, стоять 3 на 3. Это вот единственное, что можно было попробовать сделать. То есть, это, получается, зомби, Урса и Рубик, которые приходят к Сларку. Блин, он сам вич, доктор, шеду, демон тоже не слабо. Ну, мне кажется, только так стало играть, потому что Тедхантер против Кентавра – это ровный мощап, на самом деле. То есть, они стоят 50 на 50, вы приходите, немного, скажем так, у вас будет проблема, когда Кентавр возьмет 6-й левел нижней линии, потому что у врагов еще и Стампид появится. Но, в принципе, зомби 3 на 3 с Урсой против Сларка, хотя Урса тоже в 3-плу не хочет идти. Ну, блин, все плохо. Но, мне кажется, если пойти втроем, то это было бы лучше, чем то, что было, потому что по итогу слили… С Андайком этого нет смысла. Ну, Андайк не хочет идти 3-плами. Ну, может быть, но так ты сливаешь две боковые, а так у тебя хотя бы будет ровный мощап внизу. То есть, хотя бы от этого можно будет попробовать играть. Но просто слитые боковые линии, Тейтхантер не может стоять против Сларка. Внизу Урсу просто избивают, бьют, гонятся за ней. Явно тоже не та игра, которую она хотят. А Урса – это реально герой темпа, если у него игра не задалась. Если у него лайнинг не задался, тем более с таким героем, как Андайник, то, можно сказать, F. Да, все, что вы можете сделать, это сидеть на шрайне и надеяться, что враг придет к вам на этот шрайн и встретил тамбу в реведж. Пару раз оранжи так сделали, но не всеми героями, там, двумя-тремя. Потом перестали. Лишак бегал, пылесосил всю карту. Ну, то есть, видно, что герой страшный. Нужно отдать должное РНЖ, что они перестали ломиться. Сыграли круто. Лишак, который, посмотрите, он до сих пор топ-1 Урса, просто потому, что он не боялся играть один. Как-то команда играла, знаете, 4 плюс 1, и этот плюс 1 был Лишак, который фармил огромные куски другой части карты. Я бы поспорил. Ну, то есть, в этом моменте здесь Сларк фармил Мидас фейсбутс, потом он пошел в лес, и до диффузов он нигде не появлялся. Ну, это же правильно. Да, так и нужно. Но то, что Лишак как бы был просто ультра-активным, который пушил с этого рана, просто диаболики, да. Вот это, кстати, мы видели, вот реально наблюдали игру, почему Лишак настолько силен, почему некоторые команды его банят, или почему берут. Вот Сетс тут показал, на мой взгляд, идеальную игру. Я бы ему тут точно дал бы МВП. Просто полностью сделал всю раннюю игру. Потом просто накачал 20 тысяч, когда у всех по 15, и реально, что называется, засолил. Дал достаточно спейса для Сларку, чтобы он тут выиграл. И я думаю, если бы Егор играл на Сларке, он был бы очень доволен по ситуации, которая случилась. Я бы вообще был максимально доволен. Ну, я и сейчас максимально доволен. Вичдоктор тебе ведь 1-1. На самом деле, мы уже не первый раз видим этого Вичдоктора на четвертой позиции. И я бы сказал, что мне нравится, как играют нынче на нем. Если раньше это был Герой Пятерка, то сейчас вот этот Весел, этот Эзерлендс, этот Гримстрок, это вообще сильная комбинация. И я доволен. Доволен пиком РНЖ, доволен их геймплеем. Ну, ты знаешь, что с другой стороны, когда ты приходишь Вичдоктором, а он все-таки больно с руки бьет. Он очень больно с руки бьет. И ты приходишь против двух миличников, и просто их лупцуешь. Ну, мне кажется, так и не должно быть. Ну, а как еще должно быть? Может, не лупсовать их. Это значит проблема в драфте, если может прийти парень, и просто вас избирать. 15 тысяч урона, кстати, нанес. Топ-2 по дэмэджу среди своей команды. Среди вообще всей карты. Среди всех десяти. Да, так. Я так понимаю. На самом деле, у меня такое ощущение, что Манетт даже неполноценно раскрыл сларка. У него были моменты, когда он явно не играл, так сказать, на грани, да? То есть он постоянно сейвился, где-то, да, где-то пытался по сейву что-то сделать. То есть герой-то наоборот, на то, чтобы максимально проседать, потом, соответственно, прожимать ульту, БКБ, наслажаться жизнью. Вот это все. Но во всех тимфайтах он прям максимально доджил какую-либо агрессию со стороны противника и старался быть аргентом, который на сейве. Я, может быть, это списал бы на то, что мы все знаем, что у сларка есть такое понятие, как ротация. Но тут, возможно, из-за того, что не макшен паунс и отсюда стрелотара, нужно так играть. Я не знаю. А, это все вопрос. Ну, это так и нужно. Паунс же снижает же кулдаун, правильно? Паунс снижает кулдаун, да. Ты же не можешь использовать ротацию очень рано. Нынче тебе не нужны ротации. Ты покупаешь Мидас, фармишь Диффуз и после Диффуза ты что-то делаешь. Ты сейчас не хочешь бегать по карте и убивать героев. Ведь у тебя нет Шадо Блейда. Ты покупаешь Фейс Бутс, у тебя макшенные стаки. Кто бы к тебе не пришел, ты всех убиваешь и всех напрягаешь. Воруешь стаки, настакиваешь. Потом можешь что-то делать.